Сегодня 16 марта 2024 года. Мы отмечаем 60-летие со дня выхода первого выпуска устного журнала «Виток». Я поздравляю всех пришедших на эту встречу и надеюсь, что многие вспомнят и о своём участии, и о своей помощи, и о своих впечатлениях. Я получила билет на «Виток» в качестве награды за успешную работу в Комсомоле. Это было где-то в середине 1964 года. Я пришла на выпуск. На сцене я увидела ведущую, и была Люда Овсянникова. Она азартно спорила с искусствоведом Светланой Виноградовой. После выпуска, вернее, по окончании выпуска, я спустилась вниз и подошла к Люде и сказала, что я хотела бы работать в редакции. Она ответила очень лаконично во вторник в 18 часов в комитете Комсомолопредприятия. «Приходи». Я пришла и осталась в редакции на долгие годы. И сейчас мне хотелось бы встретить, вспомнить те минуты поиска страницы, поездки за страницей и многие другие ситуации. Я, конечно, хотела сначала заниматься только театром. И первой моей страницы была встреча с артистами из театра «Глухонемых». Страница произвела огромное впечатление. Зал стоя приветствовал артистов, которые не слышали и не говорили, но прекрасно участвовали в спектакле. Кстати, обо всём, почти обо всём, то есть, вернее, своих впечатлений от работы в основном журнале «Виток», от встречи с людьми, от поиска страниц. Я написала в статьях, которые были опубликованы в Калининградке, а затем я эти статьи соединила в сборники. У меня вышли четыре книги. Первая книга о Королёве Высоцком. Вторая – «Путь к мечте». Это о мечте Сергея Павловича Королёва, когда он был узником бутырской тюрьмы в Москве и о воплощении этой мечты в жизнь. Третья книга называется «Гимн от Ваги». Это немного о моём детстве и в основном о том, как люди пережили войну. Эта книжа содержит статьи на тему «По вашей вере да будет вам». Это о строительстве храма «Преображение Господня» в Звёздном городке. И четвёртая книга называется «Солнце памяти». Это все мои публикации в газете, связанные с Владимиром Семёновичем Высоцким. Об этом чуть позже. Продолжение следует...